Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать данную шапочку из вот такого замечательного набора. Ссылочку на метенки и снут из данного набора вы сможете найти ниже под этим видео. А пока хочу вам показать, как связать данную шапочку. Вяжется она резиночкой 1х1 и уйдет на нее где-то чуть больше полмоточка. Конечно же, кому понравилось, приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать пряжу фирмы NAKA серия Париж. Это 100% премиум акрил. Здесь 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Для шапочки я взяла цвет вот такой вот стальной пряжи, как у меня связан с нут и метеночки. Также я буду вязать спицами номер 3,5 чулочными, которые вы можете заменить на круговые, если вам удобнее вязать на круговых спицах. Нам понадобятся еще ножнички, крючок, также, возможно, вам понадобится маркер, либо булавочка, для того, чтобы отметить начало-конец ряда, и сантиметр, либо канцелярская линейка. Для окружности шапочки нам нужно набрать любое четное количество петелек. Я знаю, что для данной окружности, которую мне нужно сейчас связать, я буду набирать 100 петель. То есть, четное количество это 100 петель. Плюс одну петлю я наберу лишнюю, для того, чтобы замкнуть вязание в круг, и эта петелечка у нас сократится. То есть, останется изначальное, нужно нам количество петелек, то есть, у меня это 100. 101 петля сократится. Я начальные две петельки набираю на одну спицу, для того, чтобы они не были растянуты, и их потом при замыкании в круг очень четко будет видно, вот эти начальные две петельки. Далее, приставляю вторую спицу и набираю еще 99 петель. После того, как я наберу все петельки, я распределю их, скажем так, равномерно на 4 спицы, для того, чтобы замкнуть потом вязание в круг и начать вязать нашу шапочку. После того, как набрали все петельки и распределили на 4 спицы, теперь замыкаем вязание в круг. Берем, подхватываем первую и четвертую спицу в руки, и чтобы у нас была не перекрученная наборочная косичка. То есть, посмотрите, с одной стороны у вас такая красивая косичка, с другой стороны зубчики. Вот смотрите, чтобы у вас эта наборочная косичка была вверх, именно красивой, вот такой гладкой стороной. Теперь находим начальные набранные две петельки. Вот они у нас были на одной спице набранные, и вот она последняя набранная лишняя петля. К ней, к лишней петельке, мы переносим с левой спицы на правую первую набранную петлю. вот таким вот образом далее перекидываем на эту первую петлю последнюю вот так подхватываем спицей второй и спускаем ее полностью эту лишнюю петельку между первой и четвертой спицей она у нас вот она осталась теперь берем немножечко подтягиваем спицы вверх чтобы петельки у вас не сползли и немножко тянем на себя короткий краешек ниточки а рабочую нить от себя то есть как бы затягиваем эту лишнюю петельку она у нас осталось обратите внимание между работой подтянули и вернули обратно на левую спицу вот эту петельку которую перебрасывали и снова подтяните спицы и точно также вот эти ниточки в разные стороны мы затянули лишнюю петельку и замкнули вязание в круг теперь мы отправляем вот этот хвостик к рабочей ниточке и хорошо натягиваем обе эти ниточки равномерно и начинаем вязать первый ряд несколько первых петелек я рекомендую вам провязать за вот эти обе ниточки тем самым вы заправите краешек и вам потом его останется лишь только отрезать берем спицу рабочую и начинаем вязать первый ряд первый ряд у нас очень простой как вязание всей шапочки резиночкой первая у нас лицевая петля вяжем за обе ниточки далее вторая изнаночная лицевая я снизу подхватывают рабочую ниточку а изнаночная нить перед работой сверху подхватываю так вот вниз петельку связав буквально чередование лицевая изнаночная несколько раз я вот этот хвостик оставляю за работой нашей ниточки коротенькой вот он у нас и дальше продолжаю лишь только вязать чередование лицевая изнаночная рабочей ниточкой с моточком и вот так вот чередуем лицевая изнаночная до самого конца ряда для того чтобы вам было в дальнейшем видно где у вас начало и конец ряда это когда вы провяжете все четыре спицы пока я провязываю первую спицу затем перейду ко второй третий четвертой желательно чтобы у вас каждая спица заканчивалась изнаночной петлей а начиналась лицевой тогда у вас не будет никаких перепадов между спицами по ходу вязания и будет равномерная красивая скажем так резиночка не будут растянутые петельки и опять же таки для того чтобы нам в дальнейшем было видно где у нас начало конец ряда я предлагаю вам отметить между первой и четвертой спицей маркером либо булавочкой как вам удобно и все мы теперь знаем что вот это у нас конец начало ряда и провязав все четыре спицы мы окажемся в начале второго ряда довязав до конца первый ряд второй ряд мы повторяем по сформированным первому ряду петелькам то есть над первой лицевой мы вяжем лицевую вот так вот заводим абсолютно за две вот эти вот наши полу петельки потому что в двойной ниточкой мы связали первые петли и вяжем лицевую далее изнаночная у нас над изнаночной так и вяжем изнаночную но за дальнюю стеночку для того чтобы красиво развернуть косичку снова лицевая чередование изнаночная за дальнюю стеночку лицевая изнаночная за дальнюю стеночку очень часто у меня спрашивают почему у меня ровные петельки ложатся. Вот как раз таки, если правильно поворачивать изначально петельки, то и все вязание будет выглядеть у вас очень аккуратно. Вот чередуем лицевая, изнаночная, над, уже лицевыми, лицевые вяжем, над изнаночными сформированными в первом ряду вяжем изнаночные. Так второй ряд, третий, четвертый, пятый и так далее, пока не наберем полностью высоту шапочки. Соответственно, будем повторять. Первый вот этот сформированный ряд, каждый последующий. Так и второй, и третий, и четвертый и так далее. Довязав этот ряд, я начну следующий, но по маркеру буду ориентироваться, где у меня начало и конец ряда, для того, чтобы полностью связать целый ряд, скажем. И тогда мы с вами просто начнем делать убавление для макушки, то есть закруглять верхушечку шапочки. А пока продолжаем вязать резиночкой один на один. Дальше. После того, как я связала 24 сантиметра от начала нашего вязания до, скажем так, начала закрытия макушечки, я сейчас приступаю к вывязыванию убавлений. Теперь смотрите, у нас сейчас получается идет по чередованию резинки лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. Вот мы над лицевой первой вяжем лицевую, над второй изнаночной вяжем изнаночную петлю. А далее поворачиваем третью лицевую петлю ряда дальней стеночкой вперед, для того, чтобы у нас была повернутая косичка в правую сторону. И теперь за дальние стеночки третью лицевую и четвертую изнаночную петлю я вяжу вместе одной лицевой петлей, то есть делаю убавление. Теперь повторяю. Лицевая и изнаночная над лицевой и изнаночной, а далее поворачиваю дальнюю стеночку лицевой петли вперед и вяжу вместе лицевую и изнаночную петлю одной лицевой петелькой. Снова лицевая и изнаночная поворачиваю лицевую вот так вот дальней стеночкой вперед и за дальние вяжу лицевую и изнаночную вместе одной лицевой. Вот таким вот образом я делаю убавление до конца ряда, чередуя лицевая и изнаночная, затем поворачиваю лицевую и вяжу вместе с изнаночной одной лицевой петлей убавления. Почему я поворачиваю лицевую третью петельку? Для того, чтобы у нас красивой косичкой шла лицевая петля и не видно было убавления с изнаночной петлей. То есть я как бы поворачиваю красивой стороной и делаю убавление. Довязали до конца первый ряд и теперь во втором ряду мы первую лицевую и вторую изнаночную петельку будем провязывать вместе. То есть как мы провязывали третью и четвертую, только теперь будем провязывать первую и вторую. Для этого первую лицевую петельку поворачиваем дальней стеночкой, как мы это делали с третьей. И за дальней стеночки первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой. Далее над лицевой мы просто довязываем лицевую. Снова идет лицевая и изнаночная. Мы лицевую поворачиваем дальней стеночкой и за дальней стеночки вместе вяжем с изнаночной одной лицевой петлей. Далее довязываем одну лицевую. Поворачиваем лицевую дальней стеночкой и вяжем вместе с изнаночной убавления одной лицевой и далее довязываем лицевую то есть как вы видите мы полностью убираем все наши изнаночные петельки во втором ряду убавления макушки снова лицевую поворачиваем дальней стеночкой и вяжем вместе с изнаночной убавления довязываем одну лицевую поворачиваем лицевую вяжем вместе с изнаночной убавление одной лицевой и довязываем лицевую. Что за лицевую мы довязываем? Это убавление в предыдущем ряду 3 и 4 петля, провязанное вместе. То есть над получается убавление предыдущего ряда просто довязываем лицевую. А первую, вторую петлю поворачиваем лицевую и вяжем вместе убавление одной лицевой. Вот так чередуем до самого конца второго ряда. После того, как мы убрали все изнаночные петли, в третьем ряду мы сейчас будем провязывать каждые две петли попарно лицевыми петлями. То есть мы находим первую, вторую петлю, заводим за вторую петлю и за передние стеночки вяжем вместе парно одной лицевой петлей две первые лицевые. Далее повторяем. Заводим за вторую полупетельку и вяжем вместе две петли одной лицевой. Вот так вот попарно мы будем сокращать до самого конца третьего ряда. Тем самым у нас сократится ровно в два раза количество петель, которые мы и так сокращали уже два ряда. В четвертом ряду мы свяжем просто все петельки лицевые. Как бы сократим наше убавление третьего ряда. Поэтому четвертый ряд просто мы каждую петельку провязываем лицевой. Петельки сокращаются, поэтому для удобства я перенесла уже на три рабочие спицы и вяжу по кругу четвертой. Сейчас в пятом ряду мы провяжем точно так же, как и в третьем. Все петельки попарно. То есть сделаем убавление до конца ряда. Первые 2 петельки вместе одной лицевой. Далее следующие 2 петельки вместе лицевой. Следующие 2 петельки. Вот так вот попарно. То есть как и в третьем ряду мы с вами вязали все петельки. Провязываем по 2 одной лицевой петлей. Последняя петля у нас осталась без пары, поэтому просто довяжите ее лицевой петелькой в шестом ряду мы все как и в четвертом ряду все петли провяжем лицевые то есть без изменения просто вяжем все петельки поочередно лицевые то есть как бы закрепляем убавление пятого ряда 7 ряд мы повторим 3 и 5 точно также все петли вяжем попарно то есть по две петельки чередуем до конца ряда убавления связали на 1 спице переходим к следующей остается петельки без пары переносим на следующую спицу для того чтобы провязать вместе попарно последняя петля у нас снова без пары поэтому я переношу последнюю петельку к первой петле ряда и провязываю вместе одной лицевой петлей и далее просто каждую петельку я провязываю лицевой петлей то есть как бы снова закрепляем ряд без изменения то есть лицевыми петельками для того чтобы выровнять убавление но при этом мы как вы помните в ряду сократили одну петлю для того чтобы провязать последнюю попарно и теперь у нас осталось всего 6 петель хотите можете взять крючок то есть крючком стягиваем наши петельки хотите можете провязать первую петлю лицевой и на нее перекинуть все петли я возьму для удобства крючок переодеваю на крючок первые две петли и протягиваю рабочую ниточку сквозь эти две петли далее снова я точно также переодеваю следующие две петельки на крючок вот так вот поворачиваю для удобства себе работы две петли и продеваю сквозь них вот эту рабочую петлю из рабочей ниточки у меня уже получается на этой рабочей петле 4 петельки и сейчас я переодеваю последние две петли пятую шестую вы так не стягивайте резко я уже просто вижу петельки хорошо где они будьте осторожны и все у нас вот она осталась одна последняя рабочая петля я ее подтянула для того чтобы она у меня не сползла вот и смотрю какая у меня получилась макушечка макушечка как вы видите у нас достаточно не стянутая аккуратно и поэтому мне этого достаточно я беру делаю одну воздушную петлю крючком захватывая сквозь рабочую петлю ниточку пропускаю раз и второй раз точно также хорошо затягиваю и вытаскиваю рабочую петлю все сейчас мы смотрим что у нас получилось если вам нравится ваша макушка если вам нравится длина шапочки можете померять ее посмотреть если вам хочется по длине то соответственно вам придется вернуться до момента где мы вязали я связала 24 сантиметра возможно вы связали больше короче вот и если вам хочется длиннее соответственно делаете больше 24 сантиметров если хотите короче то меньше вот я сделала мне эта длина нравится оптимальная мне понравилось какая получилась макушка я все оставляю точно так же. Поэтому ниточку я отрезаю, вытаскиваю на изнаночную сторону и прячу наш хвостик. Здесь с другой стороны у нас хвостик уже запрятан. Нам остается лишь только его подтянуть и отрезать, чтобы он нам не мешал. И снимаем маркер. Маркер нам тоже уже не нужен. Все мы уже довязали. Все достаточно, скажем так, аккуратно должно получиться у вас. Если вам понравилось, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока!